Когда получаете какую-либо рекламную информацию о лечебных свойствах, о лекарствах, о медицинской технике, медицинских инструментах, существует закон о рекламе, который строго рекламентирует, что должна содержать такая реклама и что рекламировать нельзя. Поэтому, если в ящике нашли газету с рекламой, которая содержит какие-то целительные свойства каких-то препаратов, высказывание физических лиц о целебных свойствах, назначение, необходимо помнить, что такую информацию можно распространять только для лекарственных средств. В таких газетах описано влияние этих препаратов на других людей, так называемые письма читателей. Зачастую доверчивые жители при получении такой листовки верят, что эти препараты действительно излечат их недуг. Но стоит ли верить тому, что в Министерстве здравоохранения не подтвердили? Если рассматривать рекламу сейчас, по некоторым сведениям, получила распространение удивительная сила природы, то, в частности, полезное действие 100 даров разнообразно, и то, что содержит информацию, от каких болезней ее стоит применять, вот это уже есть нарушение. Так писать нельзя, если это не лекарственное средство. Опять же, содержится высказывание физических лиц о той помощи, которую им этот препарат оказал. Тоже является пропагандой лечебных свойств, и указывать тоже нельзя. В таких газетных листовках рекламируются препараты 100 даров, литомасло, эффектум, мадария и экстракт алоэ по Федорову. Ни один из этих товаров не является лекарственным средством или изделием медицинского назначения. При возникновении каких-либо сомнений, является ли рекламируемая продукция лекарственным средством, можно выйти на сайт Республиканского унитарного предприятия «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» и проверить, это лекарство или не лекарство. Если рекламируются очень часто еще биологически активные добавки, так называемые БАДы, в рекламе обязательно должна быть сноска, что это не является лекарственным средством. Но вся реклама лекарственных средств, препаратов, медицинской техники, медицинских изделий, она подлежит согласованию с Министерством здравоохранения. В названных рекламных листовках есть информация о проведении выставок-продаж в различных городах Беларуси, которые зачастую проводятся с нарушением. Полная и достоверная информация до потребителя не доводится. Минторг предостерегает потребителей от приобретения рекламируемой продукции в надежде на ее лечебный эффект. Стоит обращать внимание и на другие листовки, попадающие вам или вашим родственникам из почтового ящика. Подобный случай нарушения законодательства уже не первый. В 2014 году у нас был случай, когда очень активно рекламировало предприятие, «Алтайский знахарь» свою продукцию. И они не только и Министерством торговли, и Пинским госполкомом, и другими исполкомами республики были привлечены к административной ответственности за ненадлежащую рекламу. Кроме того, сейчас ведется разбирательство относительно достоверности рекламной информации «Суставы без боли крем-эффектум вам в помощь». Капли экстракт алоэ по Федорову, право на зрение имеет каждый. А также о достоверности информации о том, что рекламируемые продукты следует употреблять профилактическими курсами и при хронических заболеваниях. В настоящее время в ряде областей Беларуси принимаются меры по привлечению нарушителей к установленной законодательством ответственности. Жители Пинска, будьте внимательны!